Девушки отдыхают Мы хотим поблагодарить Русский Центр за возможность репетировать и подарить вам радость общения с песней. Мы очень надеемся, что этот концерт доставит вам приятные минуты. Спасибо большое нашей Карине Зейн за дизайн ее костюмов. Ну что же, давайте начнем наш концерт. Сегодня вы услышите разные песни, разные по жанру, разные по настроению, но все они, я уверена, подарят вам приятные моменты. И начнем мы с песни, которой немногим более-менее 90 лет. Но эта песня очень молода. Можно представить себе, с каким энтузиазмом приступала в 1934 году киногруппа к постановке первой советской музыкальной комедии «Веселые ребята». Главным героем картины решено было сделать персонаж, исполняемый Леонидом Утесовым. Руководителем первого, вы видите его фотографию здесь, руководителем первого и тогда чуть не единственного советского джаз-оркестра. Режиссер фильма Григорий Александров, композитор Исаак Дунаевский, звезда советского кино «Любовь Аллова», это была киногруппа, которая создавала первую советскую кинокомедию. И вот Исаак Дунаевский сочинил мелодию «Марша» по задумке режиссера. К съемкам фильмов уже приступили, но слов «Марша» не было. Первые попытки создать текст оказались неуточными. И вот коллектив кинематографистов просит помощи у газеты «Комсомольская правда». В газете появляется объявление «Готовится фильм», «Есть музыка», «Нужны слова». В конкурсе могут участвовать все желающие. Среди конкурсантов был молодой сотрудник сатирического журнала «Крокодил» Василий Лебедев, писавший под псевдонимом «Кумачи», который предложил вариант «Марша веселых ребят». Эту песню полюбили и запели сразу. Она стала равноправным героем фильма, вышедшим на экраны в 1934 году. И именно с «Марша веселых ребят» начинается новый этап советской песни. С этого «Марша» мы начинаем наш концерт. Песня людей всегда вдохновляет, она им жить и любить помогает. Она помощник в веселье и в труде, а в праздник слышанные песни везде. Песня «Марша веселых ребят» 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 Песня «На Тихорецкую» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо тебе, дорогая мама. Душа, питавшая любовь, навеки молода. 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 Это одна из самых часто исполняемых песен в мире. Известно более двух тысяч изданных записей этой песни. Песню относят к жанру кубинской хабанеры от названия столицы Кубы — Хавана. Ирадьер написал ее во время или после полезки на Антильские острова. Именно от хабанеры песня взяла свой характерный ритм. Всем нам известна еще одна хабанера Ирадьера — Ария Кармен из одноименной коперы Жоржа Безе. Безе считал, что это народная композиция, но когда ему стало известно, что эта музыка написана композитором, который умер только 10 лет назад, то он добавил примечание к вокальной партии Кармен и указал источник. Песня «Огна» 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 Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. Зая, золотила ясных небес такая, И ты, мне вслед отжигнула любовь моя. В военном гарнизоне и в лесотехническом институте залы не могли вместить всех желающих. Институтская газета имела лаконичное, но емкое название статье в Высоцком «Приехал и покорил». На блоке гостиницы «Двина», в которой остановился Высоцкий, появляются строчки будущей песни «Утренняя гимнастика», которую сначала автор исполнял только на домашних концертах. Впервые публично она звучит в спектакле Театра Сатиры «Последний парад». Это 1969 год, и позже Владимир Семенович Высоцкий включает ее в свои концерты. В этом видеоролике, надеюсь, мы сможем увидеть знакомые нам лица по разным кинофильмам и знакомые артисты, которые заставят нам удовольствие. «Утренняя гимнастика» Владимир Высоцкий. «Утренняя гимнастика» Утром ободряющее, если же пока ищет гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, Выполняйте правильное движение. Врочь влияние и зле, привыкайте к колесне, Сколько глубокий, то есть нет мошенния. Врочь влияние и зле, привыкайте к колесне, Сколько глубокий, то есть нет мошенния. Необходим контракт. Мочи вырос в целом мире, гриб по миру встречный, Ширик растет заболевание. Если хилый сразу гроб, сохранить здоровье, что? Применяйте, люди, обтирадные. И если хилый сразу гроб, сохранить здоровье, Что? Применяйте, люди, обтирадные. Разговаривать не надо, приседайте, то упадо, Да и будьте мрачными и мудрыми. Применяйте, если почти вам не мется, Обтирайтесь, чем предется, Вот и займитесь процессорами. Если больше вам не мёртся, обтягайтесь, чем придётся, Вот и не займитесь, браться дурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, Выигрыши даже начинающие. Красота среди лекущих первых нет, И отстающих лет на месте общепримиряющие. Красота среди лекущих первых нет, И отстающих лет на месте общепримиряющие. Красота среди лекущих первых нет, И отстающих лет на месте общепримиряющие. Красота среди лекущих первых нет, В середине 60-х годов прошлого века текст песни злобно критиковали многие заслуженные деятели культуры, а сегодня она в репертуаре многих звезд. Песня, написанная совместно с Юрием Саульским, стала визитной карточкой Михаила Танеча, первым советским твистом. На радио в популярной передаче «С добрым утром» песню сразу предсказали успешное будущее Шлягера. И хотя друзья Танеча недоумевали, зачем серьезному поэту тратить время на такие легкомысленные песни, весь Советский Союз оценил и полюбил неудачливого черного кота, чья история была поведена под такую зажигательную музыку. И я уверена, наш черный кот вам тоже придется по душе. Котов обычно любят, но черный кот — животное несчастное. Его окраска для людей очень опасная. Встреча с черным котом — плохая для людей примета. Кота все прогоняют, злятся на него за это. А он, бедняга, этого не понимает. За свой окрас безвинно он страдает. Звучит музыка. Жел-то был черный кот за углом, Ты когда-то ненавидел весь дом, Только песня совсем не о том, Как охотился двор за котом. Говорят, не поведет, Если черный кот в дорогу перейдет. А пока наоборот, Только к черному коту и не везет. Целый день во дворе на суетах, Прогоняют с дороги кота. Целый день во дворе на суетах, Только песня совсем не о том, Как охотился двор за котом. Говорят, не поведет, Если черный кот на дорогу перейдет. А пока наоборот, Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей пауту Приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, Как мурлы колокольчик с котом. Говорят, не поведет, Если черный кот в дорогу перейдет. А пока наоборот, Только черному коту и не везет. Черный кот от усолок до хвоста Был черней, чем сама чернота. Да и песня совсем не о том, Как мурлы колокольчик с котом. Говорят, не поведет, Если черный кот в дорогу перейдет. А пока наоборот, Только черному коту и не везет. Не везет, Не везет, Не везет. Незамысловатую шуточную песенку Наш сосед Сочинял не профессионал, А обычный инженер Борис Потемкин. Он ее сочинял в декабре 1965 года И часто исполнял в кругу семьи и друзей. Однако продемонстрировать широкому кругу служителей Он решился лишь через два года. Весной 1968 года Борис вместе со своими коллегами Готовил юмористический спектакль «К женскому дню» И просвучала песня «Наш сосед». И первым исполнителем был Михаил Бутман. Отец одного из самых выдающихся джазовых саксофонистов Современности Игоря Бутмана. Реакция публики была великолепной. Автор чувствовал себя триумфатором. Потемкин зарегистрировал авторские права на песню После того, как ее исполнила прославленная Эдита Пьеха. Популярность песни была такова, Что на отчисления Борис Потемкин смог купить В советское время кооперативную квартиру И машину «Запорожец». Он не забыл об исполнительнице. Эдите Пьехе он подарил балас, Что тогда было очень важно, существенно, И колечко с небольшим бриллиантиком. Вот так у нас сосед живет большой артист. Он музыкант, трубач и кларнетист. И вот вопрос, нам с музыкантом повезло, И в день и ночь сосед играет нам назло. ПОДПИШИСЬ, ПОДПИШИСЬ, ПЕСНЯ Замечательный сосед Пусть соседами не знали И не верили себе Что у нас соседы играют Так в одной дневнике Па-па, па-па-ра-па-па-па Па-па-ра-па-па-па Па-па-ра-па-па Ла-ла-ла-ла-ла-па Па-па-ра-па-па 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 Пусть нам зазвали Будильник нам уверен ни к чему Потому что доверяем Мы соседу своему Да на утром на работу Он меня разбудит в срок У него свои работы Начинается врок Па-па, па-па-ра-па-па 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 Ла-ла-ла-ла-ла-па Па-па-ра-па-па 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 На работе день как будет Возвращаясь дров на пять Слышу во дворе Мы вовлетом мелодию опять Целый день пенсионеров Развлекается толпа Споят, что сейчас играет Вновь в лорнет Или труба Па-па-па Па-па-ра-па-па-па Па-па-ра-па-па Па-па-ра-па-па Ла-ла-ла-ла-ла-ла-па Па-па-ра-па-па 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 Па-па-па-па Па-па-ра-па-па Па-па-ра-па-па Ла-ла-ла-ла-ла-ла-па Па-па-ра-па-па 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 Тем, кто музыку не любят Отчислятся, ну и пусть Но зато мы эту песню Заучили наизусть Я все больше привыкаю И по ленту мне, друзья Никогда не посыпаю Если не услышу я Па-па-па-папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Кадриль — наиболее молодой вид русского танца, основой которому послужила классическая французская кадриль. Танец появился в России в начале XVIII века, в эпоху преобразования Петра I, после указа о введении ассамблей в 1718 году. И постепенно она была подхвачена и недворянским сословием. Жители различных российских губерний знакомились с кадрилью на торговых ярмарках, танец быстро стал популярен. Песню «Московская кадриль» сочинил Виктор Тимнов и его друг Олег Левицкий. Как вспоминает Виктор Тимнов, композитор, баянист, музыкальный руководитель таких прославленных ансамблей, как «Березка», «Кжель», первоначально в тексте песни были такие слова. «Кадриль моя московская, арбатская, петровская, веселая, столичная, своя, незаграничная». Ну вот тогда существовали худсоветы, и представитель худсовета, поэт Лев Аршанин сказал, в вашей песне много алкоголя. Действительно, арбатская, петровская, столичная, это водки. Еще было тогда вино. Ну, Тимнов нашелся, что сказать и говорит, что, знаете, ничего страшного. И Лев Аршанин добавил, может, вы сюда включите и зверобой? Зверобой ритмически не подходит, а вот другие водки подходят. Таким образом, Тимнов разрядил обстановку, и песня была принята. Но существуют разные версии этой московской кадрильи. Ну, и наверняка вам понравится наша версия. Веселый и задорный кадриль – танец народный. Когда работа кончится, веселье идем хочется. Потанцевать немножко под русскую гармошку. Когда-то россияне вонюши таним, маним, Танцуя на гулянии, открыли новый стиль. Штеблеты и сапожки под русские гармошки, Оверстуй ложки, прослави кадриль. Тебе почти забытая, гитарами забитая, Но все же непокорная, живота и законная. Тей-дари-дари-дар, тей-дари-дар, тей-дари-дар, тей-дари-дар. Тей-дари-дар, тей-дари-дар, тей-дари-дар. От деток мы похожи, веселье любим тоже. Талель забыть не может, улыбка в ней истать. Окошная работа, опять пришла суббота, И нам с тобой охота, по три, по танцам, по. Калымая, сердечная, старинная, мобличная, Побличная, колхозная, Смешная и серьезная. Дай, 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 д Нигель почти забытая, Гитара незавитая, Но все же непопорная, Жима адрик, заторная. Эх! Следующую песню я объявляю с особым чувством. Почему с особым чувством? Ну, потому что эту песню написала моя мама, Ирина Владимировна. И потому что я являюсь свидетелем того, как она произошла. Это самая молодая песня. Ей, наверное, года три или четыре. Но дело в том, что моя мама пишет стихи, многие знают. Но она никогда не считает себя поэтессой. Она просто считает, что она выражает в поэтической форме свои эмоции и чувства. И вот однажды она написала стихотворение о том, как мой папа в далекие 50-е годы объяснился ей в любви. И это было в парке Ботанического сада. И она поделилась стихотворением, как она любит делиться со многими сидящими в зале, своими чувствами. Она поделилась этим стихотворением с известным многим здесь Верой Жерде, кореографом и поэтессой. И Вера сказала, что вот она чувствует, что это готовый романс. И с позволения автора она переслала текст своей подруге, автору, композитору, исполнителю Ирине Секиржинской, которой очень понравились слова. И она сочиняла музыку. И так родился романс. И у этого романса уже есть два исполнителя. Сам автор Ирина Секиржинская, которая включает этот роман в свои концерты. И наша солистка, не побоюсь этого слова, дива, такие объяснения, что привело к соединению двух будущих следец в один союз, семьи нерасторженных уз. Все это в ботаническом саду происходило. Событие то в прошлом веке было. Романсы слушаю, и юность вспоминаю, И музыка звучит, дружи моей. От восторга сердце замирает. Перед окном встают картины прежних дней. Тот старый парк, деревья, гладь небесная. Тот старый парк, деревья, гладь небесная. И пугают, городка, деревья, гладь небесная. Тот старый парк, деревья, гладь небесная. Тот парк соединил меня с любимым. На долгие, счастливые года Мы с ним дружой неразделимы Тот миг запомнила я навсегда Мы с ним дружой неразделимы Тот миг запомнила я навсегда Роман звучит и струны сердца тропнули Слова волшебные и музыка подстаньте Они глубоко мою душу тронули Берются слезы мне и унять Они глубоко мою душу тронули Берются слезы мне и унять Автор следующей композиции Фарид Аль-Адраш Является одной из самых важных фигур Арабской музыкальной культуры ХХ века Его отец был сирийцем, а мать ливанкой Карьера хватило более четырех десятилетий Он записал пятьсот песен и снялся в тридцать одном фильме Однако в начале его карьеры талант его сестры, красавица Асмахан Затмил популярность бранта В конце тридцатых, начале сороковых годов Асмахань была одной из самых известных вокалисток и кинозвезд Жизнь которых трагически оборвалась в 1944 году На фото вы видите Фарид Аль-Адраш и его сестра Асмахан Фарид Аль-Адраш был исключительно талантлив Помимо незаурядных вокальных данных, он виртуозно играл на гуде Его стиль исполнения и импровизации сейчас считается классическим Умер в Бейруте в 1974 году Эту песню Фарид Аль-Адраш сочинил и исполнил в фильме «Любовь в моей жизни» в 1947 году Но поскольку эта песня пойдется от лица мужчины Автор нашего конференса, который предложил эту композицию сегодня Ирина Владимировна изменила немножко текст, чтобы мы пели от лица женщины И эту песню мы посвящаем нашим мужьям За судье спасибо За то, что мир и красе За то, что мы красивы И ты меня там любишь И за мечты, что сбылись Благодарю я тебя Украшаешь весь мир ты собою Согреваешь весь мир ты собою Ты как чайка с морскою полною Никогда не расстанешься со мною Сколько лет мои глаза тебя искали Сколько лет мои к тебе тянулись руки Потому тебе и счастье и печали Как молитву одно я вижу За все тебе спасибо За то, что мир прекрасен За то, что ты красивы И все твой нежный ясен За то, что так люблю я И ты меня так любишь За все мечты и за счастье Благословляю тебя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Иосиф Кобзун Иосиф Кобзун Иосиф Кобзун Иосиф Кобзун Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Спасибо!